Еще 85 лет назад, вне зависимости от погоды, тюменцы передвигались по улицам только на лошадях или на своих двоих. Исторический экскурс о появлении автобусов в материале Натальи Жуковой. Просторный, комфортный, теплый зимой и прохладный летом. Кажется, только такие автобусы всегда и ездили по местным дорогам. Впрочем, еще 85 лет назад в Тюмени их вообще не было. Горожан выручали лошадки и собственные ноги. Вопросом организации автобусного движения местные власти озадачились в мае 1928 года. Кстати, мнения на заседании горсовета разделились. Одни считали такое новшество необходимым, а другие полагали, что Тюмень легко обойти и пешком. Обсуждали, какие автобусы надо в Тюмени сделать. Одни говорили, что автобусы советские, ОМО, тогда выпускало автобусы. Но они были 16-местные, теперь маршрутки больше. А другие говорят, нет, уже автобус так автобус, надо Форд. Посчитали, что четырех автобусов достаточно. Поломали головы советчики и над дорогами, которые были сплошь в колдобинах. Говорят, пассажирам единственного тогда в городе такси приходилось постоянно вытаскивать его из ям вручную. Достаточно быстро определились с маршрутами. Самый востребованный – от железнодорожного вокзала до пристани. Ведь там тогда шла бойкая торговля. Второй маршрут – от Горсовета, то есть современного строительного университета, до перекрестка улиц Мариса Тереза и Республики. Впрочем, автобусы пошли по улицам только спустя год. Какие именно, история умалчивает. Зато известно, что местному начальству в связи с пуском автобусов предлагали перестать пользоваться лошадьми. Мне рассказывали, что первые автобусы были переделанные грузовики. На грузовик, на кузов натягивали брезентовый тент. Сзади садился автобус, кондуктор, самый несчастный человек, который сидел там на краю и хлебал пыль. Пассажиры поднимались по лестнице и усаживались на скамьи. Полноценные автобусы в Тюмени появились уже после войны. Сначала стоимость проезда в них зависела от расстояния. А распоряжением Хрущева появилась фиксированная сумма – 5 копеек. Билеты продавал кондуктор, звонко говоря – «Хватит греть пятачки, передавайте». А когда совесть стала лучшим контролером, в автобусах появились кассовые аппараты. Они размещались на небольшом пространстве, и пассажиру достаточно было опустить в емкость 5 копеек и открутить себе билетик. А еще шутили – автобус сближает. Ведь народу набивалось столько, что, как тогда говорили, селедкам в бочке лучше, между ними хоть рассол есть. Наталья Жукова, Роман Чинахов, Сибинформбюро.